Вот так каждое утро родители поочередно на личном транспорте везут в детский сад шестерых ребятишек за 18 километров от дома. Есть машины, есть образование. Остальные 94 ребенка сидят с бабушками и тетушками. В школу идут неподготовленные. Машины не оборудованы ни сиденьями, ни ремнями. Ездят дети иногда друг на дружке. А что делать? Нарушаем. До садика добираться надо. Строительство детского сада на 100 человек началось в августе 2011 года. В сентябре 2012 объект должны были сдать, но до сих пор не построили котельную. А без отопления не приступят к внутренней отделке помещений. Здание постепенно промерзает. Длительный был процесс согласования котельной. И она была нам доставлена только в ноябре месяце 2012 года. Уже наступила зима, уже наступили морозы, соответственно, не было возможности оперативно ее подключить к газу. А морозы здесь знатные. Верхнечусовские городки север края. Температура в 25-30 градусов – обычное явление для этих мест. Потому родители беспокоят, что сад будет каркасным. Все-таки это Урал, говорят они, а не Краснодарский край. Каркасное щитовое строительство, там что-то какое-то базальтовое волокно. И мы думаем, что в условиях нашего климата, наверное, все-таки было лучше построить кирпичный детский сад. Подрядчик не видит причин для беспокойства. Ведь проект прошел все согласования как у районных специалистов, так и в администрации Пермского края. Такой утеплитель, по мнению строителей, лучше кирпича. Садик каркасный, деревянный каркас. Снаружи он обшит сайдингом. Под сайдингом пароизоляция. Далее между брусом 180 мм утеплителя идет. Фанеры слой, также еще пароизоляция. Еще один слой, вот здесь мы его видим. И два слоя гипсокартона. Поддерживает мамочек местный депутат Земского собрания, голосовавший исключительно за кирпичный детский сад. Изначально был предложен депутатами проект из кирпича. Он был и дешевле, где-то в районе 50 миллионов. Но потом вдруг, так сказать, нашли проект и уже выдали нам, что вот такой проект, вот на него есть якобы экспертиза промышленности, это все современные материалы. В этой истории самые интересные цифры. Толщина стен детского сада 23 см. Общая стоимость объекта 66 миллионов рублей. Уже сейчас подрядчику для завершения строительства не хватает 10 миллионов. Итого общая стоимость каркасного детского сада 76 миллионов рублей. Финансируется объект из двух источников. 75% платит краевой бюджет, 25% районный. Стоимость рассчитывалась по сметам, то есть по применяемым материалам. Она прошла государственную экспертизу, в том числе и стоимости проекта. Тут вопросов нет по стоимости. Строители обещают, что детям осталось сидеть дома или ездить в соседнее село совсем недолго. Летом детишки отметят новоселье. То есть это будет мая-июнь, но это будет финальная стадия нашего строительства. Поэтому надеемся, что к первому июля этого года садик будет сдан. Это вы точно говорите, да? Я сказал, надеемся. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.